привет мои творческие друзья рад приветствовать вас на своем канале если вы только что к нам присоединились и вас интересует все что связано с обработкой фото тонированием цветокоррекции то обязательно подпишитесь чтобы не пропускать новые полезные видео уроки и мастер-классы и в последнее время у нас на разборках были брутальные немногоцветные схемы а так как наступила весна то хочется больше тепла больше солнца больше света и сегодня мы как раз поговорим о такой весенней обработки обрабатывать мы с вами будем вот эту фотографию задействуем только lightroom и конечно же мы в тонировании будем использовать сильный и невероятно творческий инструмент тоновую кривую а итогом нашей работы будет созданный пресс если вы не любите создавать пресс это самостоятельно то вы сможете скачать его по ссылке под видео ссылка под паролем пароль состоит из двух частей верхнем правом углу будут появляться подсказки их будет четыре но две будут содержать части пароля всего пароль состоит из четырех цифр каждая подсказка содержащая части пароля будет иметь по две цифры например первая подсказка с паролем содержит цифры 1 и 2 2 3 4 соответственно пароль будет 1234 в общем это несложно просто необходимо внимательно смотреть видео урок а посмотреть его будет в любом случае полезно так как создать просит это пол дела надо еще понимать как его использовать на других фотографиях снимок который я буду обрабатывать и вы сможете скачать по ссылке под видео он конечно же будет без пароля этот снимок в рову формате и вы сможете попрактиковаться в обработке вместе со мной а теперь не будем терять времени и приступим к обработке и так друзья вот наша фотография и первым делом конечно же мы выполняем с вами кадрирование сделаю я его 5 на 4 для instagram маму я поставлю по центру линии пущу по линиям рук детишек отлично и так первым делом мы добавим немного экспозиции и сделаем снимок слегка потеплее контраст обходим стороной света я делаю где-то минус 70 тени примерно плюс 60 плюс 65 точку белого немного прижму мы с вами будем работать над кинематографичным изображением поэтому свечение белого мы будем всяческим образом убирать точку черного я пока обхожу стороной возможно я к ней вернусь немного позже и так у нас здесь портрет основной объект съемки это конечно же мама поэтому текстуру мы с вами трогать не будем это просто загрубит лицо модели сочность я немного прижму примерно где-то на минус 10 на минус 15 для чего я это делаю сочность дает насыщенность средних тонах цвет кожи человека находится как раз именно в средних тонах и для того чтобы нам получить красивый но при этом естественный цвет кожи нам необходимо как раз насыщенность фотографии в отличие от пейзажной фотографии или городской насыщенность именно портретной фотографии необходимо выравнивать за счет баланса сочности и насыщенности при этом убавляя сочность и прибавляя насыщенность либо оставляя насыщенность на нуле пока наше изображение такое достаточно бледная но мы сейчас будем его выравнивать за счет тоновой кривой и так переходим в тоновую кривую нам нужен rgb теперь смотрите что мы делаем мы фиксируем среднюю точку фиксируем точку в средних светлых тонах фиксируем точку в средних темных тонах теперь точку белого мы опускаем вниз примерно на середину квадрата а точку черного приподнимаем примерно на одну треть стороны квадрата и теперь у нас осталась одна единственная . вот она я ее сейчас обвожу и этой точкой мы будем регулировать контрастность нашего изображения и так опускаем вниз до того момента когда контраст нас будет устраивать что значит устраивать ну во первых информация в тенях должна читаться поэтому слишком притемнять темные места за счет опускания вот этой точки вниз не стоит для себя я подобрал вот такое вот значение она меня вполне устраивает теперь давайте сразу перейдем к тонированию фотографии и так в тоновой кривой открываем красный канал также зажимаем все ключевые точки и когда мы с вами работали с городской фотографии мы вот эту точку двигали вниз получая красивые ценовые оттенки в тенях сегодня мы будем делать ровным счетом наоборот мы в красном канале эту точку поднимем немного вверх для того чтобы в тенях получить красивые красные оттенки далее переходим в зеленый канал фиксируем все ключевые точки и точку в средних темных тонах опускаем немного вниз это даст вам фиолетовые оттенки смотрите здесь не переборщите прям чуть-чуть вот такое значение я думаю будет достаточно идем в синий канал в синем канале мы также с вами фиксируем все ключевые точки самую нижнюю точку которая отвечает за самые темные участки мы поднимем вверх почти до середины стороны квадрата но немного не доводя до середины таким образом мы в тени кроме красного фиолетового добавим еще и синих оттенков а средние тона опустим немного вниз совсем чуть-чуть и у нас получается такой красивый балласт коричневых оттенков для того чтобы светлым участком придать красивые бежевые оттенки мы точку в средних светлых тонах опустим немного вниз совсем чуть-чуть этого будет вполне достаточно то новая кривая нам больше не нужно закроем ее переходим в панель и чисел и давайте поработаем теперь с цветами оранжевый уведем в минус на минус 10 добавим тем самым немного красных оттенков желтый не трогаем зеленый его здесь практически нету сделаем но где-то на 25 аквамарин передвинем в сторону синих на 50 а синие сторону аквамариновых примерно на минус 15 пурпурный мадженту трогать не будем давайте перейдем теперь в насыщенность посмотрим влияет ли у нас красный на цвет кожи нет практически не влияет поэтому можем немного поднять красный примерно до плюс 10 оранжевый при этом слегка понизим чтобы убрать оранжевые оттенки света кожи минус 5 в моем случае будет достаточно желтый уберем полностью в ноль минус 100 также убавим зеленый минус 45 будет достаточно и немного убавим аквамариновый и синий до минус 65 пурпурный мадженту не трогаем теперь в разделе яркость посмотрим на синий цвет этот цвет у нас отвечает за яркость снега и белых курток и чтобы сделать снег немного поярче мы его давайте с вами прибавим вот примерно на плюс 50 будет достаточно смотрите какой красивый белый цвет мы получили теперь давайте перейдем в раздельное тонирование в светах цветовой тон сделаем 38 мой любимый оттенок цветах ничего не могу с этим поделать насыщенно сделаем примерно на 15 17 18 в тенях цветовой тон делаем значение 215 и насыщенность поднимаем значение 15 или 20 и вот мы с вами получили такое интересное тонирование у нас ушел лишний желтый цвет но при этом добавилось тенях красивых еле заметных синих оттенков можно даже немного добавить вот так пожалуй будет достаточно давайте теперь сделаем с вами давайте теперь перейдем в калибровку и в синем канале цветовой тон подвинем в сторону аквамарина на минус 10 это убирает излишний желтый цвет и превращает его в красивый оранжевый вот обратите внимание если сделать посильнее то мы с вами получаем вот такую яркую пылающую осень но нам нужно добавлять в нашу палитру красок всего по чуть-чуть и это и даст как раз ту самую гармонию цвета который мы добиваемся давайте сделаем небольшую рамку минус 5 я поставлю значение при этом центральную область уведу полностью в ноль округлость плюс 100 растушевку плюс 100 здесь мы с вами закрываем ничего делать больше не будем давайте поработаем еще немного с базовыми настройками я бы сделал изображение чуть-чуть посветлее пожалуй так будет достаточно теперь давайте поработаем с вами с градиентами слева направо у нас светит солнышко давайте мы усилим этот эффект добавим с этой стороны градиент сброшу значение экспозицию буду немного добавлять пожалуй вот так давайте посмотрим без градиента с градиентом свечение придает дополнительный определенный шарм нашей фотографии кликаем enter выходим из градиента теперь мы возьмем с вами кисточку сбросим все значения уберем текстуру примерно где-то на минус 25 на минус 30 растушевку на 75 нажим на 75 размер подбираете по вашему изображению и слегка пройдемся по боку чтобы сделать его более размытым более таким красивым нажимаем два раза enter выходим из настроек кисти теперь на чем бы я еще хотел поработать это поэкспериментировать с балансом белого сделать фотографию чуточку потеплее в кельвинах у меня это выглядит 6000 добавим немножко сочности сочность я сделаю минус 5 и добавлю при этом чуть-чуть насыщенности у 7 я думаю будет вполне достаточно так с базовыми настройками все давайте посмотрим еще стоит ли нам шевелить цвета в панели чисел да давайте подвинем желтый немного в сторону красного где-то примерно на минус 30 красный красный я трогать не буду такой тон меня вполне устраивает мне очень нравится в основном он конечно ложится на шапочку девочки зеленый зеленый практически незаметно его тональность можно не трогать пожалуй здесь все закрываю панели чисел она мне больше не пригодится закрываю основные они мне тоже больше не пригодятся что я еще хочу подвигать так это то новую кривую и так давайте мы начнем теперь с обратного синего канала так центральную точку точку в средних светлых тонах теперь перейдем к зеленому и так в зеленом мы добавляли с вами фиолетовые оттенки в тени как вы помните давайте посмотрим по балансируем еще немного вверх-вниз я думаю что это значение вполне смотрибельно и красные теперь давайте это самый основной наш канал он дает основные оттенки здесь поработаем более тщательно вот в итоге я его чуть-чуть немного убавил и так перейдем в rgb поработаем с контрастом изображения я слегка опущу точку черного точку в средних тонах поставлю вот таким вот образом как вы помните это самая ответственная точка которая отвечает за контраст практически всего изображения здесь тоже пожалуй все обработку мы с вами закончили давайте посмотрим какой результат был до обработки и что мы с вами получили вот такая замечательная теплая фотография которая символизирует конец зимы и начало весны открываем панель кликаем прессе ты создать прессе такой прессе ты у меня называется happy spring для того чтобы создать правильный прессе сбросьте все значения кликните выбрать все снимите галочки с баланса белого с экспозиции с градиентного радиального фильтра снимите галочку с трансформации и кликните создать давайте посмотрим как созданный прессе обработает другие изображения я буду обрабатывать похожие снимки я считаю что необходимо создавать прессе под каждую фотосессию под каждую серийную съемку таким образом вы создаете настроение конкретного сюжета ну и с таким прессе там соответственно в похожих условиях проще работать потому что он обработает схожие изображения наилучшим образом и так выбираем наш прессе переходим в основные конечно же нам нужно добавить экспозиции и в этом снимке получился очень сильный контраст знаете почему потому что это изображение было снято фактически в контровом свете и мы здесь с вами достаточно сильно усиливали контраст это же изображение снято уже без такого активного света поэтому здесь контраст сам по себе уже сильный давайте мы просто понизим контрастность и повысим точку черного прижмем еще немного точку белого чтобы убрать светимость с белых участков фотографии вот в конкретном случае с одежды сделаю я его немного потеплее теперь перейдем в тоновую кривую вы помните самую главную точку в тоновой кривой rgb и осуществлю самую последнюю корректировку контраста изображения отлично смотрим было стало ну такое изображение у нас было и такое мы с вами получили идем дальше выбираем следующее похожее изображение применяем здесь вы видите такой же самый эффект давайте мы сделаем следующим образом мы перейдем вот в это изображение кликнем создать прессе назовем его также happy spring но добавим сюда еще литеру 01 значение настроек сохранились прежними кликаем создать переходим к третьему изображению и применяем happy spring 01 так нам остается только повысить экспозицию и сделать фотографию чуть потеплее отлично смотрим было стало здесь можно сделать снег немного поярче давайте перейдем в чисел и подвинем ярко-синего еще немного правее отлично переходим к следующему изображения я навожу курсор на прессе но пока его не применяю happy spring 01 happy spring соответственно happy spring подойдет больше для фотографий которые сняты в контровом свете то есть более такие яркие засвеченные давайте мы его переименуем сразу вот и для себя я запомню что у меня есть прессе для работы с контровым светом и с литерой 01 это стандартный прессе который дает значение контраста именно такие которые меня устраивают и так happy spring 01 повышаем экспозицию повышаем температуру дорабатываем контрастность нашей важной точкой в кривой rgb отлично смотрим было стало идем дальше и так навожу но не выделяю happy spring контровой happy spring 01 конечно же 01 вот таким образом друзья рождаются прессе ты когда вы один и тот же прессе применяете к различным фотографиям выдать дорабатываете его для разных условий и выбираете именно тот оптимальный вариант настроек который даст вам универсальную хорошую красивую обработку на все на любые фотографии то есть у вас в итоге может родиться 10 20 30 прессе тов но выберите вы один или два с которыми будете потом непосредственно уже работать и так добавляем экспозицию делаем фотографию конечно же теплее и дорабатываем контраст самой важной точкой ну и не забываем также друзья что необходимо градиентами осветлять лица моделей и так выбираем градиент выставляем его работаем с верхней частью в данном случае я бы добавил 08 теперь правой кнопкой мыши создаем дубликат 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 делаем противоположный минус 08 нажимаем enter и теперь дубликат оттягиваем в сторону чтобы нижняя часть дубликата попала на лица модели и немного разворачиваем отлично давайте посмотрим без градиентов с градиентами также есть еще один способ как осветлять лица для этого нужно взять радиальный градиент сделать круг по лицу модели и слегка приподнять экспозицию отлично давайте всю фотографию сделаем еще немного посветлее я бы сюда еще добавил бы тепла а вот таким вот образом давайте посмотрим было стало ну вот собственно и все я планирую сделать три подобных видеоролика в этом ролике была обработка которую можно использовать при съемке на рассвете и закате и мы усиливали с вами теплой свет на следующем видео тьюти мы обработаем с вами снимок который снят во время окончания заката когда появляются холодные оттенки и третьем видео разберем обработку фотографий снятый после заката когда изображение совсем холодное и обсудим что с этим нужно делать чтобы получить красивый скинтон и приятный глазу цветокор поэтому если вы не подписаны обязательно подпишитесь кликните колокольчик чтобы не пропустить важные полезные для вас уроки по обработке фотографий не забудьте подписаться на инстаграм я там открыт для общения и часто обновляю свою ленту на этом все интересных вам сюжетов и счастливой весны в каждом кадре до следующей встречи а Субтитры создавал DimaTorzok